Что произойдет в мировом сообществе, если к власти вернется Трамп и каковы шансы у Камалы Харрис? Спросим у нашего гостя, Рауф Раджабов, политолог, к нам подключается. Здравствуйте, Рауф Меолим. Здравствуйте, Элихам. Демократ Камала Харрис опережает, как мы видим, Трампа со счетом 42% против 37%. Есть ли все-таки определенная предвыборная стратегия у демократов, как вы считаете? Безусловно, но мы должны иметь в виду очень важные обстоятельства. Преимущество текущие 5 пунктов – это практически ничего ровным счетом для американских выборов президента. Дело в том, что решающим будут несколько условий. Первое – результаты президентства Байдена. Камала Харрис – это вице-президент. И никто не может сказать, что Камала Харрис не несет ответственности за те результаты, которые президент Байден имеет на сегодняшний день. Это первый момент. Второй момент – это три дуэли. Это три дебата, которые состоятся уже в сентябре между Трампом и Камал Харрисом. Очевидно, что Трамп имеет очень большое преимущество, поскольку он является дебатером, оратором. И самое главное – он имеет факты. А факты – это упрямая вещь. Макроэкономика, да, имеет некоторые плюсы. Как таковой рецессии экономики не наблюдает. При том, что идет инфляция. Галлон бензина стоит дороже и дороже. В несколько раз поднялись цены именно при президенте Байдена и вице-президенте Камала Харрис. Как мы знаем, внутренний туризм для американцев – это превыше всего. И они любят ездить по Америке, выходить в отпуска, они едут по всей Америке. Для них бензин, автомобиль – это важный элемент. И каждый гражданин Америки сталкивается именно с ростом цен на топливо, цены на продукты и так далее. Но самое главное – это мигрантская проблема. И в этом плане Трамп, он прав. Ведь мы знаем, что когда победил Байден Трампа, он победил и за счет того, что смягчится мигрантская политика. Они смягчили мигрантскую политику, Трамп ужесточал ее и начал строить стену, а не недостроено было. Он не успел. А что же потом произошло, особенно в последние месяцы? В принципе, Камала Харрис, Адамьо Байден взяли за основу ужесточение мигрантской политики. Поэтому в данном случае как бы плагият налицо. Но это говорит о том, что мигрантская политика не урегулирована. Но с другой стороны, политика Камала Харрис и ее штаба направлена на то, чтобы не потерять мигрантов, ставшими гражданами США. Не потерять мигрантов, которые надеются стать гражданами США. То есть это как бы полка в двух концах. Они никак не могут системно подойти к этому вопросу. Нет конкретных предложений по решению. Это очень серьезные проблемы. Но и самое главное, внешняя политика. Да, Камала Харрис хочет абстрагироваться от ситуации на Ближнем Востоке. Это Израиль-Хамас, это Израиль-Ливан, Израиль-Сирия, Израиль-Хуситы и даже Израиль-Турция. Но никаких продвижек нет. По предложению, в данном случае администрации Байтона, израильская сторона, мягко говоря, все-таки торпезирует, а продвигает свою национальную линию, обращенную на усиление национальной безопасности. Ну, понятно, что это вызывает много вопросов. Поэтому в данном случае особых преимуществ, вот китайская проблема, Южно-Китайское море, Тайвань, продвижек нет, продвижения нет. Поэтому внешняя политика, как бы не хотела Камала Харрис откреститься от неудач во внешней политике, но у нее этого не получится. А у Трампа, наоборот, на всех направлениях он будет идти только лишь в атаку. Как бы атаковать и бить по всем этим ключевым моментам Каман Харрис. Вот есть еще одна достаточно серьезная проблема. Это российско-украинское урегулирование. Многие эксперты считают, что победа Трампа даст шанс на урегулирование конфликта мирным путем. И Трамп в случае победы на выборах планирует достаточно быстро запустить именно переговоры между странами. Вы правы, Тайвань, есть такая точка зрения, позиция, но Трамп может опоздать. Как ни странно. Опоздать. Почему? Дело в том, что то, что наблюдается сегодня, особенно в Курской области, не на направлениях даже в Донецком, а именно в Курской области, разворачивается главное сражение, битва между Россией и Украиной. Украине уже удалось перенести проведение, введение боевых действий, театр военных действий, так называемого ТВД, на российскую землю. И от исхода именно ситуации в Курской области зависит исход всей войны. И это будет происходить до ноября, когда начнутся ливни, земля станет непроходимой и так далее, и так далее. То есть природные условия климатические будут мешать проведению широкомасштабных боевых действий, и тем более тех фронтальных боевых действий, которые вы наблюдаете сегодня на протяжении 1200 километров. Поэтому в данном случае от того, что каков будет результат вот этой так называемой Курской битвы, это определит исход войны, это определит позиции переговора будущих переговорных сторон России и Украины, это определит тот мирный проект, который будет создан новый. Очевидно, что будет новый мирный проект соглашений между Украиной и Россией. Это не будет мирный план Зеленского, это не будет мирный план урегулированного Путина, это не будет мирный план проект китайского формата или бруссельского и даже Трампа. Нет. Война, исход, результаты, они сформируют новую конфигурацию. Поэтому статки высоки. Очевидно, что будут ближайшие остатки дней августа, сентябрь и октябрь. И это будут широкомасштабные боевые действия с большим количеством потерь, но и большие будут приобретения. Именно за эти факторы и определят, кто победил, кто проиграл. И поэтому Трамп, а он, вероятно, победит на выборах, но это будет 5 ноября. А придет он к власти всего лишь 20 января 2025 года. Он не успеет со своим планом. К сожалению, конечно. А все-таки вот какое значение Соединенные Штаты играют для Украины? Ну, Соединенные Штаты – это великая держава, это великая экономика, это великий военно-промышленный комплекс. Самый сильнейший военно-промышленный комплекс мира – это у США. Основной продавец оружием, технологиями и так далее – это Соединенные Штаты Америки. Основная нагрузка по НАТО – это США, это Азия, Африка, Америка, Евразийский континент. И понятно, что без Соединенных Штатов Америки, без их решающего слова, без их рекомендаций и так далее, без их участия прямого, но воевать с ядерной державой, каковой является Российская Федерация, это все-таки ядерная держава. Член, постоянный член Совета Безопасности, как и Соединенных Штатов Америки. Поэтому в данном случае эта американская позиция и в будущем она будет тоже ключевой. Поэтому от того, какую позицию займет Трамп, но он займет ту позицию, как будет складываться ситуация на театре военных действий. И именно на этом большом пространстве. И это два с половиной месяца решат итоги и дадут возможность политикам вмешаться в переговорный процесс. Но уже более с конкретным предложением. Потому что на сегодняшний день ситуация, она как бы была бы лопатовая на Донецком. Ну, правда, есть подвижки у российской стороны на Донецком фронте. И эти подвижки, они и продолжаются. То есть ситуация в Курской области, особенно Белгородской, Брянской, пока не привели к замедлению наступления российской армии на Донецком направлении. И от того, как это будет произведено, будет зависеть именно суть и последовательные шаги мирного договора. И позиция Дональда Трампа, президента США. Спасибо большое за ваш комментарий. Альф Раджабов, политолог, был нашим гостем.